Потёмкин объявляет сбежавшего Лупанова в розыск, а он тем временем под видом старика устраивается в местной гостинице. Оля ищет деньги на лечение мужа. Она требует у Быкова, чтобы тот возвратил Колины работы. Узнав, что все они проданы, Оля приходит в отчаяние, а Софья обнаруживает в цветочном горшке флешку с ценной информацией, спрятанную там когда-то Лупановым. А почему тихо? Где встречный марш? Почему меня никто не встречает? Сонечка, ну что, обиделась что-нибудь? Ну Соня, ну правда, у меня на работе полный завал. Мне просто говорить было с тобой некогда. Соня, Соня, я хочу чаю, а ещё хочу есть. Но я устал, Соня. Это что? Я тоже хочу спросить, это что? Сейчас посмотрим. Ну, и что же это? Соня, это невероятная удача. Что? Откуда ты это откопала? Я откуда? Ну да. Оттуда куда ты закопал? Ты забыл что ли? Да это не я. Ну, это, впрочем, это неважно. Ты пойми, это Лупановская информация. Ты не представляешь, какая ты удача? Здрасте. Откуда Лупановская информация в моём доме, в моём цветочном горшке? Ну, не знаю. Наверное, Лупанов сам закопал, когда я тебе в гости приходил. Слушай, ну допустим, зачем ему это надо было сделать-то? Ну, пойми, во-первых, это безопасно. Потому что я на тебя никогда не подумал. Во-вторых, я думаю, что просто гениально спрятать флешку под боком у майора милиции. То есть это вот эта информация, которую вы искали всем отделениям? Ну, так естественно. Сонечка, ты чудо, правда. Спасибо, что я откопал её. Да, но если бы ты это сделала на день раньше, ну, почему ты вчера не устроил эту уборку, а? Так, я ему откопала такую информацию, которую он уже сто лет ищет, и ему всё не то. Сонечка. Да я золотая. Да я прекрасная. Да я самая лучшая. Мои золотые ручки, моё счастье, моя любовь. И самая добрая. Ну, конечно. И самая беззащитная. Прости меня. Ну, просто, если бы ты эту флешку нашла бы на день раньше, было бы вообще потрясающе. Так. Так, ну что, дочка, теперь мы можем с тобой спокойно поговорить. Как коленное состояние, как настроение? Ужасно, мам. Я даже не знаю, что и делать. Понимаешь, он... Он в полном отчаянии. Он не верит, что он встанет на ноги, он думает, что он инвалид, без перспектив. И я не знаю, как его переубедить, понимаешь? Доченька, ты не удивляйся. С больными, вышедшими из комы, такое часто бывает. Ну, это просто реакция организма на вот такое вот сильнейшее потрясение. Понимаешь? Да. Так что, да. Всё будет хорошо. Что такое? Мам, пожалуйста, убери эту курицу, а? Господи. Ай, меня это за моё запахом мучит. Как курица? Мам, убери её. Ну, убираю, убираю, всё, всё, всё. Детка, убираю, всё убрала. Вот, спрятала и крышечкой прикрыла. Вот, я лучше печеница. Я пью форточку. Сок попей, зайка, форточку нельзя. Тебя продует. Вот, это хуже. Печеница. Ну что, прошло? Да, мне что-то в последнее время. Что в последнее время? Вот так бывает. Мутит? Оль, а ты, случайно, мне... Ну, в общем, ладно. Что, скрывать? Да, мама, ты угадала. У нас с Колей будет малыш. Ага, значит, ты беременна. Угу. Угу. Ты как-то не очень рада. Да не, доченька, ну что ты, я очень рада. Ой, господи, боже мой. Ну, а что такое? Да нет, я просто... У тебя на руках больной, практически парализованный муж. Потом Сереженька. И еще маленький появится. Как ты со всем этим справишься? Мам, во-первых, не я, а мы. Давай мы не будем забывать настоимение «мы». Потому что Коля еще жив. И не нужно его заживо хоронить. Я сделаю все, чтобы поставить его на ноги. Да, конечно. Дочь. Я даже не знаю, как сказать. Но, может быть, раз так, пусть все идет, как идет. Как идет? Ну, ты смотри, ты же всю, всю себя отдаешь сейчас Коле, чтобы поставить его на ноги. Ну, как он, о чем же мой муж? Детка, я даже не знаю, как тебе сказать. Ты понимаешь, ты... Может быть, не надо так мучить его вот этой своей заботой? Может быть, я даже не... Мам. Как быть в этой ситуации? Ну, может быть, пусть Коля как бы... Мам, подожди, я не понимаю, что ты хочешь сказать, что если Коля умрет, мне от этого будет лучше? Да? Доченька, я не это хотела сказать. Ты меня не поняла. Нет, послушай меня. Просто я... Да я на секундочку представила себе всю твою дальнейшую жизнь. С Колей, с Сережей, с будущим ребенком. Мама, да я не представляю свою будущую и дальнейшую жизнь без Колек. Неужели ты этого не понимаешь? Я от тебя такого не ожидала. Оленька, где... Господи... Господи, что я наделала? Оленька, мой детка, прости меня. Гриш, ну съешь что-нибудь, сейчас все остынет. Большое тебе спасибо, Санечка. За что спасибо? Ты даже не попробовала. Ты хоть видишь меня? За что спасибо-то? За все спасибо за любовь, за заботу. Черт, что же делать? Опять подставлять человека. Гриш, ты, может, мне расскажешь, в чем дело? Очень сложно смотреть на человека, видеть, как он мучится и не понимать, в чем дело. Я тебе расскажу, Санечка, обязательно расскажу. Только немного попозже, хорошо? Хорошо. Так скажи, любимая моя, дорогая жена, надоела ты мне и хуже горькой редьки. Да? Гриш, Гриш. Санечка, пойми, не в тебе дело, просто я хотел тебя. Алло, Серега, слушай, что у тебя там за шум? Ты где находишься? В подземном переходе, Григорий Павлович. Площадь перехожу. Слушай, какой подземный переход? Какая площадь? Ты можешь мне сказать, где Сима? Да нет, ну, мне Лена просто позвонила неожиданно, а очень просила, чтобы я с ней встретился. Ну вот я и бегу. Вася, ты что, охренелся, что ли? Какая Леночка? Ты должен быть сейчас с Симой, ты понимаешь, что ты на задании? Да не волнуйтесь, вы, Григорий Павлович. Серега Владимировна, ну, сосед как раз заглянул, ну, как раз, как раз, и к моим выходам. Подожди, у Симы два соседа. Один Иван, другой Вениамин Семенович. Один худой, другой плотный. Кто из них? Ну, худой такой. А, это Иван. Ну, тогда не страшно. Он кому угодно глотку перегрызет. Тем более Лупанова. Да я так и понял. Он согласился подежурить у Симочки, пока я не вернусь. Слушай, Серега, Серега, раз ты гуляешь, я тогда к тебе тоже подключусь, нам нужно с тобой пообщаться, есть задание. Слушайте, Григорий Павлович, только скажите, где? Значит, сделаем так. Так, когда ты освободишься, мне перезвони. Договорились? Тогда и решим. Давай. Соня! Сонь, куда ты спряталась? Вот смотрю я на тебя, Симочка. Вижу, какая ты честная, чистая. Какая ты порядочная, хозяйственная. Да ты чё, Вань? Какая-то я хозяйственная. И вообще, чё тут такого-то? Много для меня одной надо. Вот я про это и говорю. Могла бы осчастливить какого-нибудь порядочного человека. Кого? Осчастливить? Подожди, подожди, чё-то я не поняла. Это ты сейчас какого порядочного человека имеешь в виду? Это у тебя с колбаской, да? Подожди, подожди, ты мне... Ты мне не заговаривай, ты мне скажи сначала. Это что ты сейчас имел в виду? Про кого ты сейчас говорил? Про какого человека? Ммм, вкусно. Ага, сама пекла. Серёжа, я прошу тебя, поговори с Робертом. Ну, скажи ему, что Коля в безвыходном положении. У них нет денег на лекарства, на реабилитацию. Лен, почему ты так уверена, что Роберт Андреевич согласится помочь Коле? Ну, это первое, что приходит в голову. Он меценат, а тут талантливейший человек погибает, художник. Вот ты поговори с ним. Лен, я прошу тебя, пойми меня, я на задании. Понимаешь, у меня просто элементарно нет времени на всякие бесполезные встречи. Да как это бесполезные? Да как раз эта встреча самая важная. Она может помочь спасти жизнь человеку. Ну, а если Роберт откажется помогать? Если просто скажет, что у него нет денег. Ну, вот если он откажется, тогда я и буду думать, что делать дальше. Серёжа, ну, пожалуйста. Мы не можем оставить Лазаревых на произвол судьбы. Хорошо. Поля моя подруга. Хорошо, Лен, давай договоримся. Я освобожусь и поговорю с Робертом Андреевичем. Да пока ты освободишься, Серёжа. Может быть, уже поздно. А это нужно делать немедленно, сегодня же. Не, ну, сегодня я никак не могу. Я с Потёмкиным встречаюсь. Ну, хорошо. Тогда ты позвони Роберту и попроси его принять тебя завтра. Хорошо? Завтра я тоже не могу. Ну, что же делать? Серёжа, я тебя очень прошу. Очень, очень, очень. Ну, пожалуйста. Ну, ладно. Ну, хорошо. Я тебе обещаю, что я обязательно поговорю с Робертом. Честно. Спасибо тебе. Вот ты видишь, он обязательно поможет. Он не бросит их на произвол судьбы. Я обязательно поговорю честно. А чёрт. А чёрт. Ну, пошли. Пошли. Вениамин. Вениамин Семенович. Давай в другой раз. Ну, здрасте, снова здорово. Ну, что такое? Ну, почему в другой раз? Ну, почему? Ну, что-то я волнуюсь, а? Не надо волноваться. Ты пойми, или сегодня, или тогда. Вообще никогда. Ну, успокойся. Ну, успокойся. Ну, что ты? Ну, что-то волнуюсь я. Ну, что волнуюсь? Ну, где вообще сила воли? Ну, что такое за безволие какое-то? Давай, соберись, соберись. Ну, давай, вздохни, поглозь бы цветы. Цветы? Ну, да. Ну, не так, вот так. Чего-то волнуюсь. Нормально. Все будет нормально. Угу. А. Угу. Ой, здравствуйте. Добрый вечер, Серафима. Вот. А гостей принимаете? Это вам, Серафима. Серафима. Просто Симочка. Чудесно. Просто Симочка. Это вам. Какие розы замечательные. Я очень не люблю розы. Ну, раз в гости, так и в гости. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Ты чего удумалась? А, Веня, вот чего ты удумал? Что это за, за выходки такие? Ничего. Просто. Ну, зашли. Коллега. А? Угу. Чего? Какой еще коллега? Это тебе Ваня тут заходил ко мне. Все какие-то намеки делал неприличные. Чего ты волнуешься? Ну, чего ты? Чего ты переживаешь-то? Угу. Ой. Ну, ладно. Знает, чем взять. Проходи. Проходите, пожалуйста, гости. Будьте как... Как дома будьте. Черт бы побрал этих соседей. Родные люди. Ненавижу. Ну, в общем, вот так. Вот ты себе представляешь, а? Да. Да. Если принять эту флешку в цветочном горшке, это круто. Да, очень жаль, что Софья Григорьевна не устроила свою генеральную уборку. Да я тоже об этом сказал, понимаешь, тоже сказал, ну, хотя бы на пару дней раньше, а? Было все по-другому. Ой, как обидно. Да. Флешка у нас в руках, а толку с ним. Серега, я как раз сюда тебя позвал, чтобы об этом поговорить. Конечно, сейчас Лупанов вряд ли на нее клюнет, к сожалению, но. Ну, вот, Григорий Павлович, вот как раз вот это вот но я не понимаю. Вы же сами сказали, что Лупанов на нее вряд ли клюнет, так что, ну, смысл в этой флешке. Вот, Серега, послушай, вот, например, а если эту флешку подсунуть человеку, которого Лупанов на дух не переносит? Ну, грубо говоря, просто ненавидит. Как ты думаешь? Так, ну, если вы имеете в виду Колю Лазарева, то он в больнице. Да нет, я о Симе. Вот представь себе, Сима сообщает Лупанову о том, что у нее в руках флешка. Вот как ты думаешь, как он отреагирует? Он пропустит эту информацию или все-таки начнет действовать? Да. Да не знаю, то, что пропустит, это вряд ли. Чтобы Лупанов... Ой, да. Чтобы человек, которого Лупанов ненавидит, владел его информацией. Лупанов точно клюнет. Я так думаю. И наверняка к ней нагрянет. Ну, отлично. Так, я считаю, идея отличная. Ну, в общем, давайте мне флешку, остальное дело техники. В чем дело? Нет, Серега, я передумал. Я больше не буду рисковать человеческими жизнями. Ни одного Лазарева достаточно. Нет. Так, Григорий Павлович, давайте мы с вами договоримся, что я беру это по свою собственную личную ответственность, так сказать. Я вам обещаю, что я Симы в глаз не спущу ни днем, ни ночью. Да пойми-то, Серега, это очень рискованно. Если с ней что-то случится, я себе до конца дней этого не прощу. Григорий Павлович, вот вы же мне не первый год знаете. Но если я сказал, что все будет хорошо, ну, поверьте, все будет хорошо. Давайте флешку, успокойтесь. Смотри, Серега, теперь от тебя все зависит. Пожалуйста, мутничку. Ну, Григорий Павлович, ну все будет хорошо, я обещаю. Ладно. Оля, Оля, Господи, заперлась. Оля, открой, пожалуйста, дверь, детка, я очень тебя прошу, мне нужно с тобой поговорить. Оленька, Оль, Оль, послушай меня. Оля, ты неправильно поняла мои слова, Оль. Ой, Господи, Оля, я очень люблю тебя и Колю, очень люблю Колю. Я знаю, как ты его любишь, Оля. Ну, подожди, послушай меня, открой, пожалуйста, мне нужно тебе объяснить, Оля. Ну, Оля, ну, открой, пожалуйста. Господи. Оля. Алло, Ваня, алло, Ваня, ты слышишь меня, алло? Лиз, мне сейчас не очень удобно говорить с тобой, что-то случилось? Да, Ванечка, случилось. Вань, Оля заперлась в своей комнате, не открывает дверь. Вань, приезжай, пожалуйста, поговори с ней, я тебя очень прошу, а я очень за нее волнуюсь, Вань. Что значит заперлась в комнате? С какой стати? Понимаешь, я просто ей, ну, такое сказала, ну, в общем, ну, ну, короче, господи, Вань, ну, она обиделась на меня, ты понимаешь, Вань? Ну, пожалуйста, я тебя очень прошу, поговори, приезжай, а? А, ну, если она, как ты говоришь, обиделась, так просто извинись перед ней, и дело с концом. Господи, ну, взрослые люди, и разобраться не можете. Спасибо, Ванечка, прости, что помешало тебе веселиться. Ой, господи, Боже, помоги. Оленька, Олечка, пожалуйста, открой дверочку, я очень прошу. Оль, ну, пожалуйста. А у вас действительно очень уютно, Симочка. Мне очень приятно, что вам у меня понравилось. Ну, еще бы мне не понравилось, я ведь человек с тонким художественным вкусом, И я понимаю, такую красоту могла создать только женщина... Не просто женщина. Женщина с тонким художественным вкусом. Я очень надеюсь, что наши вкусы совпадут. И не надейтесь. Они уже совпали. Вот, например, вы принесли розы. Это мои любимые цветы. Вы как? Угадали, а? Да тут гадать-то не нужно было. Снухшибательная женщина, только розы. Веня, а твой приятель просто сердцеед какой-то. Скажите, пожалуйста, а вы много уже сердец разбили в своей жизни, да? Это дела давно не нужны. Я хотел бы иметь шанс покорить ваше сердце, Симочка. А что касается цветов, вы лучший цветок в этом букете. А вы галантны. И чувствуется у вас поэтическая натура. Да, с художественным, тонким вкусом. Спасибо, вы мне льстите. Да нет, это правда. Горькая, но правда. Ванечка, поставь, пожалуйста, для нас чайник, если тебе не трудно. Уже давно все стоит. Спасибо, дорогой. Не надо. Тортик я сама порежу. Применяю свой тонкий художественный вкус. Андрюш, ты куда? Да я пойду наверх, полежу, у меня что-то голова разболелась. Андрюш, ну неужели ты думаешь, что я слепая? Я давно вижу, что ты не в своей тарелке. Ну, давай сядем, поговорим. Ты расскажешь, что случилось. Вообще, что с тобой происходит. Я уезжаю. Уезжаешь? Но ты же обещал Роберту остаться с нами. Но я не могу находиться в одном городе с тем человеком, которого люблю, и не встречаться с ним. То есть ты уезжаешь из Ани Мальцевой, да? Мне здесь о ней все напоминают. А ты считаешь, что добиться ее любви невозможно? И что ж ты предлагаешь? Опять донимать ее своей любовью? Ну почему донимать, Андрюша? Не донимать, а бороться. Если бы Аня не любила своего мужа, это было бы актуально. Но бороться с Сашей, это означает идти против ее выбора. А я хочу, чтобы она была счастлива. Ну а как же отец? Вот как Роберт? Ты подумал, что с ним вообще будет? Отец поймет. Я сомневаюсь. Отец поймет, что я уехал не от него. Но он просто поймет, что я не мог поступить иначе. До города подвезете? Вов, а вот что это за слово? А то я не разобралась. Люблю. Люблю. Понятно. Хорошо? Нет, умью. Что здесь делать? Я домой еду. Я тоже. О, какой кошмар. Ну что? Владимир Николаевич, Владимир Николаевич. Скоро сам себя узнавать перестанешь. От собственного отражения начнешь шарахаться. Ладно, что у нас здесь? Так, сведения об отправляющихся. Так, городской вокзал. Данные об отправляющихся. Лупанов, Владимир Николаевич. Лупанов, Владимир Николаевич. Куда мы тебя отправим? А давай-ка мы тебя отправим сегодня в Омск. Ну что, счастливого пути, дорогой. Любимая песня нашего дома. Вы богиня, Симичка. Просто богиня. А скажите, а вы барыню не поете? Я ее танцую. Да? Петрович, куда? А, а сейчас барыня будет. Да, ты чего, Вань? Ты чего только вечер начинается? Ты уж давай не разрушай нашу компанию. Торт, ну, сейчас начнем. Да нет, Лиза звонила, я сейчас выйду, узнаю, что там. И сразу вернусь. Да? Ну, Ван, привет передавай. Все, хорошо. Пейте чей-то. Китайский. Как вы? Вань, фань. Я вам потом словами пишу. Добрый вечер, любимый. Гриш, что происходит, а? Я уже не прошу тебя следить за порядком. Просто ради бога, я тебя умоляю. Это столовая, это не прихожая. Пойди, разденься. Сонечка, может мне вообще уйти? В доме будет чище. Гриш. Гриш, что случилось, Гриш? Ой, Сонечка. Случилось намного раньше. Ну вот я, майор милиции, повел себя как подлец, как последний трус, как негодяй. Так все, стоп. Давай без эмоций и без самобичевания. Что там случилось? Как ты себя повел? Сейчас, подожди. Да, я слушаю, Потемкин. Что? Как-то он уехал. Куда? В Омск? Подожди, я ничего не понимаю. Подожди, у нас на вокзале оперативники дежурят круглые сутки. Я ничего не понимаю. Этого быть не может. Сами не понимаем, как его данные оказались в списке пассажиров. Вот, пожалуйста, Лупанов Владимир Николаевич. Алло, куда он? Когда он уехал? Я не слышу ничего. Да выходит, что еще вчера вечером. Понятно. Сейчас от часу не легче. Лупанов уехал из города. Дай мне пепельницу, пожалуйста. Ну ладно, не переживай. Соня, я вообще ничего понять не могу. Наши ребята дежурили на вокзале круглые сутки. Как он мог проскочить? Я не понимаю. А тут понимать нечем. Никуда он не проскочил. В городе остался. А с чего это ты взяла? Какие у тебя аргументы? Да он же не идет. Он же прекрасно знает, что вы его карауляете на каждом углу. Уехал, наверное, кто-нибудь другой по его документам. А он точно в город. Допустим. А как же быть с информацией в компьютере обозначено, что Лупанов уехал вчера в вечернем поездом? Не знаю, как быть с информацией, только чует мое сердце, он в городе. Никто его быть не может. Илочка, посмотри. Очень интересная. Посмотри, спортивный журнал. Здесь очень много новых тренажеров. На, взгляни. А что случилось? Ты устала? Да нет, Роберт, не в этом дело. Просто Андрей, кажется, собирается уезжать. Ну что значит уезжать, Господи? А наши планы мы же с ним наметили. Господи, ну как уезжать? Подожди, я подобряю. Подожди, подожди, Роберт, подожди. Сейчас получится так, что я сплетница. Он мне доверился, я тут же побежала, все разболтала. Почему я сразу сплетница? Просто, ты же мой сын, я хотел узнать. Вот этот твой сын тебе сам все должен рассказать. Ну хорошо, никуда я не пойду. Стану здесь. Ну вот что я придумал, ладно. Я завтра к нему пойду, постараюсь его заинтересовать, подведу его, как бы, к этой теме. Угу, правильно. Ну все равно, как бы, я не понимаю, уезжать от нас с тобой, от родного отца, ну как-то это блаш. Роберт, это не блаш, это, это не блаш, это любовь, это несчастная любовь. Так, так это, у него такое настроение, по причине того, что он опять, никак не может забыть Мальцева. Да, никак не может забыть Аню Мальцева. Да. Грудный мальчик. Так, ну что же нам теперь делать? Домой возвращаться нельзя. Разумеется. Отец, если узнает, что мы вернулись, такие нам морали будет до утра читать. Угу. Она завтра нас пошлет в полярную экспедицию, чтобы закалили характер. Ну тогда я предлагаю, переночевать в парке. Мне смешно. Согласен. Так, конечно, неудобно навязываться на ночь глядя, но другого выхода нет. Алло. Привет. Да, мы уже отдохнули. Слушай, чтобы не обострять проблему отцов и детей, вы нас не примете к себе на ночёк. Да? Спасибо. Ну, мы скоро будем. Угу. Пока. Я надеюсь, ты не к Кузнецову звонила? Нет. Вадиму и Ритю. Угу. Ну и что они? Они нас ждут. Круто. Так значит, скоро я стану дедушкой ещё раз. Ну, ребятки, ну, молодцы. Хорошо, если бы была бы внучка, да? Ты поздравила Ольгу? Вань, я хотела, но вместо этого... А что ты могла сказать вместо этого? Новая жизнь да подходит. Новая радость. Ванечка, я сказала Оле, что ей, наверное, будет сложно управляться. Господи, да почему сложно? А мы на что? Мы поможем. Постираем, погладим. Я гулять буду ходить. Я имела в виду, что ей будет сложно с двумя детьми и с инвалидом мужем, который в безнадёжном состоянии. Надеюсь, ты не сказала Оле, чтобы она отправила мужа в специализированный интернат? Хуже, Вань. Я ей сказала, что может быть, лучше оставить Колю в его нынешнем положении в больнице. Если он придёт в себя, то это счастье, а если нет... Господи, Лиза, как тебе такое в голову могло прийти? Анечка, понимаешь, я не хотела. мне только это на подсознательном уровне, понимаешь? Я... я подумала, а фраза, она сама с языка сорвалась. Как ты могла такое ляпнуть? Манечка, я тебя очень прошу, поговорю. Поговори, пожалуйста, с Улей. Господи, объясни, что я только озабочусь о ней, потому что, ну, я же вижу, как я тяжело. Поговори, пожалуйста, с Улей. О чём говорить? Ты что хочешь пожелать? Чтобы муж Ольги умер? Ты с ума сошла? Ваня, 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 ты прав, ты прав, я всё понимаю. Я тебя прошу, пожалуйста, поговори с ним. Как можно было так думать о Куле, о человеке, который так любит нашу дочь? Вот плачь, плачь, чтоб тебе мысли такие в голову не приходили. ой, господи, что сделать? Подождите. Эй, кто-нибудь, помогите! Куда он собрался? Уже вставать нельзя! Что же делать с ним теперь? Так, аккуратненько, аккуратно, на место. Предподнимаем. Я в саде попытался. Больно очень. Пытаться можно, только в присутствии врачей. Ежели бы смещение произошло, что тогда? У вас с позвоночником какие проблемы? Какие проблемы? Какие проблемы у меня с позвоночником? Как вам сказать, я не ваш лечащий врач, но проблемы с позвоночником у вас действительно есть. Какие проблемы с позвоночником у меня? Я ходить не смогу, да? Я не смогу ходить! Успокойтесь! Вам нельзя нервничать. Одно я могу сказать точно. Никакой самодеятельности. Иначе все можно испортить. Пойдем. Пойдем. Какие проблемы у меня? Какие у меня проблемы с позвоночником? Это у тебя с позвоночником проблемы сейчас будут! Ты понял? Ты понял меня? Нет! Пойдем! 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 Капит! Субтитры подогнал «Симон»